выезжаем из отеля в ростове великом складываемся в машину сумки и идем на экскурсию по ростову великом его пожалуйста покажи мне что можно в отеле в джинсах сделать можно сесть джинсах можно лечь на кровать у вас такое солнечное место раз окошко 2 окошко здесь 3 окошко красота это детский был номера это взрослый номер но не похоже что она взрослая разве похоже что-то она взрослая девочка вы откуда не люблю душевые люблю ванны свидетельство о рождении обязательно когда путешествуете с детьми кроватки хорошие удобные отель тоже хороший удобный единственное кому тяжело по ступенькам подниматься здесь на второй этаж только ступеньки лифта нет с тяжелыми чемоданами придется вам самим справляться по ступенькам крутым сейчас идем на завтрак красиво конечно давайте здесь у нас завтра приятного аппетита детям 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 вкусно да вы чё дети не спать писью только пожалуйста не такая вкусняшка носовые солидарны сырнички вкусняшка планы на сегодня экскурсия с нашим гидом вкусно позавтракали отель вы уже знаете рождественский в ростове великом после едем переславль-залецкий и там остаемся на ночь потрясающем месте вы все это увидите не переключайтесь у нас канал начинает расти когда вы начинаете проявлять активность сегодня день будет не хуже а может быть даже и лучше чем вчера каждый день это это волшебство кстати хотел у вас спросить как вам новый проигрыш колодин тв с машиной потому что мы начали путешествовать на машине впереди у нас америка трасса 66 на машине далее с москвы до португалии на машине мы хотим проехать но это все когда под откроются границы дети вперед уже убежали запах здесь прям такой как будто в 18 век попал к уютный город старый центр такой красивый так здесь здорово и тихо посмотрите какая здесь красота очень мне так нравится здесь и проблема планета вертится круглая круглая летит планета Сквозь суматоху дней Нелегко, нелегко полюбить на ней Звенит январская вьюга И ливнях влечет упруга И звезды пчатся по кругу И шумят города Не видят люди друг друга Проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга А потом не дойдут никогда А где-то есть моя Любовь сердечная Неповторимая Вечная, вечная Ее давно ищу Но в суматохе дней Это все в фильме было Сейчас билетики купим и у нас Звенит январская вьюга А ливнях влечет упруга И звезды мчатся по кругу И шумят города Не видят люди друг друга Проходят мимо друг друга Теряют люди друг друга А потом не найдут Никогда В Ростове Великом Декорацию создавать не нужно Он и задумывался Как небесный Иерусалим Ростов Это жемчужина В ожерелье древнерусских городов Ростов Великий Покоряет сразу Это необыкновенно Живописный город Круглые крепостные башни Увенчаны шпилями Разнообразной формы За стеной Щипцы за комар Переходят луковичные главы Ты словно переносишься А в какой век Ростов город древний Он впервые упомянут в летописи Как владение Рюрика В записи за 862 год Ну а строение, которое мы видим Поставлены во второй половине 17 века Митрополитом Иоанной Так что перед нами двор митрополита Но традиционно его называют Ростовский Кремль Ростовский Кремль Обнесен крепостной стеной С 12 башнями Высокой стеной с бойницами Но в этом укреплении Есть загадка Здесь можно отразить ватагу разбойников Но не выдержать серьезную осаду Это скорее жилой Величественный замок Иона Возводил свою резиденцию По образу небесного Иерусалима По образу града небесного Описанного в апокалипсисе Патриарх Никон Строил копию Иерусалима на Истри А его друг и соратник Иона На озере Нера По тексту апокалипсиса мы знаем Что город должен быть обнесен стеной 12 башен Ростова Символизирует 12 ворот Иерусалима В центре двора был выкопан пруд Он означает реку жизни И по берегам посажены яблони В пору цветения они сливались с бело-розовыми постройками Рай, да и только Самая красивая из построенных митрополитом церквей Надвратная Иоанна Богослова Она состоит из двух ярусов Внизу мощные крепостные ворота Наверху изящная церковь Ее пол выведен вровень С обходными галереями Это еще один из символов небесного града Благодаря верхним галереям Можно пройти по территории всего двора Не касаясь земли ногами Самое высокое здание Ростовского Кремля Это Успенский собор 1512 года Он как мать для всех остальных приходов Потому что приходы приходят в соборы, собираются И можно заметить Кремлевские и прочие другие ростовские церкви В чем-то как дети от своей матери Они очень на нее похожи И с другой стороны Такие церкви даже уже больше нигде не встречаются Как бы Успенский собор образовал свой церковный стиль И здесь, если вы зайдете Успенский собор, а вход бесплатный Потому что он принадлежит общине Русской Православной Церкви Вы пройдете мимо вот этих бронзовых ручек 13 века Это очень древние вещи Представьте себе, когда-то за эти ручки Дергал, допустим, Алеша Попович Сын Попа Ростовского соборного А также мимо этих дверей Ими этих масок Проходили великие деятели Как преподобный Сергий Радонежский Или святитель Дмитрий, митрополит Ростовский Господи, помилуй, Господи, прости Помоги мне, Боже, крест твой донести Ты прошел славы свой цернистый путь Ты нес крест без волна, подрывая грудь В Ростове много оригинального Вот такую сень редко устраивали при иконостасе Но главное украшение храма – роспись Иоанн Асысович большое значение придавал стенописи В ее время храмы часто оставляли белыми, билили стены А здесь фресками заполнено все Даже там, где обычно висят иконы на алтарной преграде Видите? Фрески Расписывали чистыми красками Основные цвета – золотистая охра, голубец, киноварь Ну, а складки на одежде прописывали свинцовыми белилами Кажется, что стены расступились И купола над тобой нет Такие чистые кобальтовые фоны на фресках Ты словно оказался в цветущем саду Или среди празднично одетой толпы Ведь мастера с особым удовольствием писали сложные движения развивающейся одежды Ну, а краски? Краски подобраны так, что у каждого здесь находящегося создается праздничное настроение И за нас распятым кто-то не терпел За людей молился, за врагов скорбел Я же славдушаю Светом так же слав И страсти грехов Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Ты пришло, ты сбылось И не жди ответа Без тебя как жилось Не на свете этом Тот, кто ждет, все снесет Как бы жизнь не била Лишь бы все Это все Не напрасно было Танцуют все Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Если вы однажды побываете в Ростове Никогда не сможете забыть эту землю С ее почти осязаемой древностью Не одно тысячелетие живут люди По берегам таинственного озера Неро По легенде основатель города носил Княжеское имя Рос Ровесник Киева и Новгорода Ростов быстро развивался, рос и богател Свой нынешний образ Город приобрел с благословения Знаменитого митрополита Ионы Сысоевича При котором развернулось каменное строительство И был возведен величественный ансамбль Известный ныне как Ростовский Кремль При нем же были отлиты 12 колоколов Знаменитой на весь мир ростовской звонницы Рядом с Успенским собором стоит Ростовская соборная звонница Это очень необычный музыкальный инструмент Во-первых, обратим внимание, что конструкция Ростовской соборной звонницы уникальна Это, можно сказать, палаты, в которых живут колокола То есть здесь каждому большому колоколу Соответственно, 4 столба, на которых стоят своды Опираются А еще 2 столба, на которых балки Опираются И на них уже висят колокола Очень большого веса Самый тяжелый из ростовских колоколов Весит 2000 пудов Это 32 тонны Следующий колокол 16 тонн Это 1000 пудов В общем, всего 12 колоколов Это 1680 года Времена царицы Софии Следующая уникальность в том, что Несмотря на свою тяжесть Конечно, в России есть колокола тяжелее Но все-таки такого набора больше нигде нет Эти колокола все-таки Звонят между собой в мажорной гамме Хотя, конечно, удар колокола Провождает сразу множество звуков Тем не менее, определенная гармония в них есть И последнее Эти колокола сохранили свои звоны То есть, те приемы Или там, те мелодии Которые звонари придумывали В течение 17, 18, 19 веков Они, к счастью, сохранились В 1963 году была знаменита Грамзапись этих звонов И сейчас, дважды в сутки Звонари поднимаются сюда Колокола звучат Поэтому можно прийти сюда Можно прикоснуться к этим колоколам А если повезет Услышать эту уникальную, неповторимую русскую музыку Из летописи известно Что знавал ростовский Кремль И упадок из обления Опустошали его страшной силой пожары На судьбе Кремля сказались, конечно И разрушительные годы после революции Но никто не ожидал Что самое серьезное потрясение Ждало Ростов летом 1953 года В тот день сильно парило Около 17 часов у деревни Дорцова Как будто поднялся небольшой ветерок Который вдруг начал набирать силу Превращаясь в огромный витой Столб темной материи Смерч Грозная природная стихия Стремительно двинулась к городу По данным ростовской метеостанции Смерч пронесся по городу за две минуты Он накрыл городские улицы А затем с какой-то особой слепой яростью Ворвался в Кремль Здесь, в районе Успенского собора У Смерча выросло второе туловище Соединившись с первым Этот темный дракон срывал крыши Ломал деревья Сбрасывал главки собора и церквей Затем Смерч ушел в озеро И там сгинул Как в самой страшной сказке Жители города были потрясены Вспоминали летописные свидетельства О страшных бурях и разрушениях Разных веков Вспоминали и то, что всякий раз Кремль Возрождался Порой буквально восставал из пепла Говорили, должен возродиться и в этот раз Ведь Ростов настоящая жемчужина В оправе Золотого кольца России Мы вставим вставки из фильма Живье про дебонов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пойдемте Заперли, замуровали Заборовали демоны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова такая вся строгая и детям даже строго рычат гавкают в плане того что мы такие а действительно все запутано интуитивно непонятно куда идти чтобы подняться куда-то куда те надо то есть у тебя есть билет но непонятно куда тебе нужно с этим билетом пройти кого-то помощи к спрашивший тебе бегает нет я не помогу стал по отворачиваются другую сторону как они хотят с таким отношением развивать внутренний туризм непонятно людей меня работников конкретно и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Смотря на наличие такого шикарного, казалось бы, водоема, ростовцы не стремятся в нем купаться, а все дело в сапропеле. Звучит загадочно, но за этим кроется обычный ил, которому, кстати, местные нашли хорошее применение – прекрасное органическое удобрение. Купаться здесь действительно опасно, так как в некоторых местах толщина ила может достигать нескольких десятков метров. Возраст озера примерно 500 тысяч лет. Как любое уважающее себя древнее озеро, Нера имеет за собой несколько легенд. Например, ту, что рассказывает о несметных богатствах, которые жители топили в озере во время набегов татар-монголов. Или легенда о чудовище, покрытом чешуей, которое живет в центре озера и периодически утаскивает кого-то на дно. Поэтому у местных существует поверье – брось монетку, откупись от водяного. Средняя глубина – полтора метра, максимальная – четыре с половиной. В озеро впадает свыше двадцати – рек, речек и ручьев. Самая многоводная река – Саара, в нижнем течении – Гда, впадающее в озеро на юге. А в городе дом-сад, все травы да цветы, Гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, Другое – вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый. Субтитры создавал DimaTorzok А в небе голубом горит одна звезда, Она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, Кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя Дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев И синий вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, Чей так светил взор незабываемый. Субтитры создавал DimaTorzok Кафе. Пить холодное, есть мороженое. Ромала говорит, аппетит вкусный. Сейчас проверим. Гуляешь, да, доча? Да, мы принесли гости в шоколад. Кайф, да? Я уже бронирую ужин Переславля. Ой, я спрашиваю, что за махитом. Ой, запах-то рахунеливый. Запах-то рахунеливый, не запах-то рахунеливый, не запах-то рахунеливый, не запах-то рахунеливый. Барман, скажите, отвратительный махит. Ужасный, да. И фокальчик. И чего? Вы еще не наелись? Нет. Ну давайте. Приятного аппетита, девочки. Спасибо. Желаю вам приятного аппетита. Приятного аппетита, девочки. Мощно, сочно. Приятного аппетита. В общем, кафе «Аппетит» в Ростове-Великом. Отратное место. Ромела не в духе, когда выбирала это кафе. Все невкусно, все не так. Невозможно просто. Полная гэ. В общем, кафе «Аппетит» в Ростове-Велик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok